Поехали! Здравия всем, уважаемые слушатели Народного Славянского Радио! Программа «Пространство женщины» и я, ее ведущая Елена Андреева, приветствуем вас! Сегодня наш гость и мой собеседник Валерий Синельников – врач, терапевт, гомеопат, психотерапевт и писатель. Здравия, Валерий! Здравия вам и всем слушателям! Во-первых, хочу выразить вам свою личную признательность, потому что лично мой путь к осознанной жизни, к видению и восприятию этого мира начинался в том числе и с ваших книг. Благодарю! В своем режиме и распорядке дня вы придерживаетесь ведического образа. И сон, и питание, ваши труды, какую имеют основу? Откуда берут свои корни, ваши знания? Так, ну с чего начнем? Ну, с первого вопроса, да? Да. Я действительно придерживаюсь образа жизни, который гармоничен, который способствует тому, что человек живет в гармонии с собой и с окружающим миром. Я написал когда-то, много лет назад, свою первую книгу «Возлюбив болезнь свою», в которой есть одна из главных идей о том, что здоровый человек – это тот человек, который живет в гармонии с собой и с окружающим миром. Соответственно, каждый из нас должен придерживаться определенного ритма дня, определенного режима дня, питания, определенного мировоззрения, образа мыслей и действий. И как раз, если говорить о режиме дня, мы должны понимать, что на нас воздействует сила Солнца, сила времени, и если мы хотим быть здоровы, если хотим поддерживать себя все время в добром здравии, соответственно, мы должны жить по Солнцу. Вот это очевидный факт. Потому что если мы не уважаем Солнце как представитель времени, если мы не уважаем силу времени, то, соответственно, мы вступаем в противоборство с этой силой. Поэтому нужно вставать рано утром по Солнцу, еще до восхода Солнца, чтобы успеть сделать духовные практики, и потом еще встретить Солнышко, и, соответственно, ложиться спать тоже по Солнцу. Летом это получается в 4-5 утра, зимой, но зимой можно позволить себе поспать и до 6, но когда как получается. То есть принцип такой, чем раньше ложишься спать, тем раньше встаешь. Стараюсь, ну вот стараюсь сейчас, зимнее время, ложиться спать примерно в 9 часов вечера. Как правило, получается. То есть вечерняя медитация, где-то в 8-8.30, укладываем спать детей с супругой и ложимся спать. Когда получается лечь и в 8 часов, ну тогда встаешь вообще в 5 утра и в 4, даже зимой. То есть на самом деле большинство людей, они не знают этих элементарных вещей, не придерживаются режима дня и от этого страдают. То есть психика не восстанавливается, накапливается напряжение, и это становится основой для развития разного рода заболеваний. Это что касается режима дня. Режим питания, я уже, ну и образ питания, режим питания, он связан с тем, что я, скажем так, изучаю, какие знания я несу людям. Я уже много лет занимаюсь изучением аюрведы, и, соответственно, я придерживаюсь аюрведического питания, вегетарианского питания. И я, и вся моя семья. И поэтому в вопросах питания я стараюсь придерживаться вот этих правил, и это мне помогает также всегда поддерживать себя в таком хорошем состоянии. То есть у меня принцип такой, что я днем ем плотно, то есть у меня основной прием пищи, где-то в 12 часов, в час дня. Утром очень легкий завтрак, бывает даже и без завтрака, просто стакан воды или стакан сока. Вечером тоже легкий ужин до 6 вечера. И после 6 вечера я стараюсь не есть вообще. Ну, бывает иногда, когда поздно приходишь домой, бывают такие дни, редко, но бывают, там, к 8 часам попил травяной чай, вот пообщались с супругой, попили травяной чай, помедитировали и все. То есть стараемся после 6 вечера уже не есть. Потому что человек должен отдыхать ночью. И та пища, которую мы съедаем уже после захода солнца, эта пища, она очень плохо ассимилируется. И поэтому она начинает откладываться или на бедрах, или на животах, или в других местах нежелательных. Вот, поэтому, ну, вот такой вот режим дня и характер питания, он очень способствует тому, что ты всегда чувствуешь себя бодрым, нет чувства, так скажем, переедания, есть силы, энергия. И я рекомендую всем придерживаться именно аэроидического стиля питания. Понятно, что с поправкой на среднюю полосу России, с использованием тем продуктов, которые у нас есть. Но, поверьте, это все возможно, это все проверено уже на протяжении 11 лет. Что касается источников моих знаний, я сочетал в своих трудах, в своих работах и научные данные западной медицины. Потому что я заканчивал медицинский университет, и я использовал западную модель медицины. Также я изучал гомеопатию в свое время и до сих пор занимаюсь гомеопатией. Это вообще другой подход к медицине, отличный от официального. В своих трудах я использовал мой опыт как врача-психотерапевта. Этот опыт уже более 20 лет у меня. И я проводил исследования, достаточно серьезные исследования с пациентами. Даже думал оформить все это в диссертацию, но потом решил написать книгу. Я убедился в том, что люди действительно создают себе болезни, проблемы с помощью своих мыслей, эмоций, чувств, поведения. И разработал такую методику, достаточно эффективную, благодаря которой человек может не только осознать причины своих болезней, но и перепрограммировать те негативные программы, которые привели к болезням, заменить на программы позитивные, на созидательные программы, которые будут способствовать сначала исцелению, а потом и поддержанию здоровья. И это я подробно изложил в своей первой книге «Возлюби болезнь свою» и в остальных книгах. И, конечно, я опирался и на знания Айурведы. Айурведа переводится с санскрита как «наука о жизни», на принципы, именно ведические принципы. И когда человек придерживается этих принципов, он вообще по-другому начинает мыслить, по-другому относиться к себе, к жизни, к людям, к окружающему миру. И, конечно, именно доброе отношение, правильное отношение к себе и к окружающему миру позволяет человеку жить в гармонии с самим собой и вообще со всей Вселенной. А это является основой вообще здоровья. Здоровья, процветания, благополучия в жизни. Благодарю. Очень содержательно ответили на мой вопрос. Следующий вопрос, наверное, скорее всего коснется большеведических знаний. Это то, что сейчас очень актуально и для наших слушателей, и для меня лично. Очень важна тема родовых программ. Скажите, пожалуйста, откуда берутся родовые программы по вашему видению? Это чьи-то неотработанные, не пройденные уроки представителей рода или же осознанный выбор человека, который рождается? Вы знаете, и так, и так. Есть знание о том, что человек приходит в этот мир, душа приходит, потому что человек это прежде всего душа, душа приходит в этот мир уже с определенными своими программами. Согласно карме, своей личной карме, он выбирает для себя, вот эта душа выбирает для себя определенный род родителей. То есть личная карма человека, она созвучна с родовой кармой. Это обязательное условие. Поэтому вот в подходе, когда мы работаем на наших семинарах, работаем с родовыми программами, мы используем это знание. То есть, с одной стороны, можно работать со всем родом, и можно работать человеку лично над собой. Это будет способствовать изменению как родовых программ, так и личных программ человека. Потому что оно все взаимосвязано. Если душа пришла уже в этот род, значит, этот род, вот эти родители, да, этот род самый лучший для этой души. Самый лучший. Самый оптимальный, скажем так. И, ну, просто люди не всегда это понимают. Допустим, когда происходит в семье разрыв отношений, или кто-то из близких там ведет себя, ну, скажем так, неадекватно, да, бывает у людей, ну, формируется такое негативное отношение к своим родителям. А этого не должно быть в принципе. Потому что изначально родители являются самыми лучшими для нас. Наша душа их выбрала. Вот. Именно этих родителей. В соответствии с нашей программой, с нашей, скажем так, личной кармой и в соответствии с кармой рода. Теперь, как эти программы формируются? Дело в том, что род – это определенная структура, структура, которая выходит за рамки, ну, скажем так, как за рамки, ну, обычных наших восприятий, обыденных восприятий вот в этом материальном мире. Ну, вот смотрите, есть наши предки, которые, ну, которых мы уже даже и не знаем, да, там, возьмем, там, скажем, там, десятое колено, да, или двадцатое колено. То есть мы не знаем уже этих предков. Но в нашей памяти, да, в нашей, скажем так, в наших структурах тонкоматериальных, энергетических, все вот эти представители, все представители нашего рода, они там прописаны. Абсолютно все. Ну, представьте, вот как на жестком диске компьютера, например, есть файлы, где прописана информация, ну, которую еще там, мы ее записали там много-много лет назад, но она там по-прежнему хранится. Также и вот в файлах вот этой родовой памяти хранится информация вообще обо всех представителях нашего рода, начиная от сотворения мира. Говорят, обычно, вот седьмое колено, это нет, это вообще гораздо раньше. Да, естественно. Просто это очень тонкие такие материальные структуры, которые, ну, скажем, в обычном восприятии нам недоступны. Для этого нужно, ну, скажем, обладать определенными ситхами, да, выйти на уровень, ну, скажем, такого чистого восприятия, вот, открыть себе духовное зрение. Вот тогда, да, тогда мы можем получить доступ вот к этим файлам памяти. То есть эти структуры, они действительно все прописаны, причем мы являемся носителями вот этой информации. То есть фактически каждый человек в своем роду является носителем вот этих всех программ. И если вот я, например, беру себя, ну, вот у меня есть еще отец, да, у меня есть отец, слава Богу, он еще жив, и вот он сейчас является главой, главой рода. И, соответственно, он, как бы, на передовой нашего рода, да, он является главой, соответственно, он и передовой. И если род рассматривать как большую птицу, то есть вот есть голова рода, да, голова рода, есть крылья, то есть есть род по отцовской линии, да, и род по материнской линии. Это как два крыла. И, соответственно, вот эти все, вся сила, да, вся сила рода, как подцовская материнская линия, она входит в нас, да, и дает нам определенные возможности ставить перед нами определенные задачи и может давать нам силу, и в то же время может давать нам определенные ограничения. Ну, приведу такой пример. Вот на нашем семинаре «Законы богатства и процветания» был такой случай. Бизнесмен, довольно успешный, сталкивается с такой проблемой, что каждый раз, когда он достигает определенного уровня материального благосостояния, у него происходят какие-то события, когда он начинает эти деньги терять. Ну, разными, разными способами. И он говорит, я заметил, что у меня есть страх, какой-то внутренний страх вообще выйти на какой-то более высокий уровень достатка. Когда мы стали выяснять, выявляясь вот эти программы родовые, оказывается, что деда, в 20-е годы деда раскулачили. И, соответственно, у него по породу в подсознании записана такая программа, что быть богатым опасно. Потому что там было связано, что… Ну, это, кстати, у нас в России, наверное, процентов 80 людей такие программы есть, скорее всего, да? Ну, или программы раскулачивания, да, или программы репрессий. А это всё на нас влияет, продолжает влиять. И мы выявили эту программу у него, и когда мы её трансформировали, ну, есть определённые практики, как это делать. То есть мы просто её переписали, эту программу, и эту программу сделали, скажем, основной в подсознании человека. У него резко пошли вверх его дела в бизнесе. То есть он вышел за те рамки, которые он сам же для себя подсознательно ставил. Почему? Потому что это была программа, которая сохраняла ему жизнь. Что если я поднимусь выше какого-то уровня, то это опасно для жизни. А здесь мы эту программу трансформировали, изменили. И, соответственно, теперь у него другая программа работает. И он позволил себе выйти, подняться на другой уровень своего развития материального. И такие программы, есть программы алкоголизма, есть программы… Да, только что хотела спросить, а если вот родители пьют? Да, есть программы алкоголизма, есть программы венца безбрачия, есть программы одиночества, есть программы раннего ухода из жизни и так далее. на самом деле очень много этих программ и из каждой программы нужно работать то есть нужно нужно понимать что вот если мы пришли у нас в роду есть такая проблема значит наша родовая задача это проблему решить то есть если я являюсь головой рода если я как бы на на острие вот эти всех энергий родовых нахожусь соответственно я могу эти программы изменить рот не дает на это как говорится карт-бланш да дает мне на это силу определенную и он наоборот ждет от меня вот этих решительных и правильных действий и не надо кого-то там обвинять прошло кто там прадед там да что-то там накуролесил не так сделал да или про бабушка там что-то не так или мама моя или папа неважно раз я выбрал этот род значит это моя задача эта родовая задача и очень важно человеку именно родовую задачу выполнить то есть род подсказывает буквально дает тебе знание твоем предназначении то есть пожалуйста выполни это да исправь это изменить сам и если ты это сделаешь энергии рода пойдут через тебя ну скажем так на благостным таким сильным благотворным потоком и дадут тебе мощный толчок в развитии ну вот приведу еще пример тоже на семинаре нашем у нас есть семинар такой очень хороший родолад в семье и вот на этом семинаре молодой человек пожаловался на то что ну вот у него есть проблемы взаимоотношения с отцом у не знает своего отца и ну когда ему было годик или два отец ушел из семьи не был конфликт с матерью вот и бит у меня вот такое состояние что ну я как бы потеряны в жизни хотя он юрист ведь но я мечтаю быть нотариусом что-то мне не получается все вот и после семинара он восстановил отношения с отцом оказалось что он живет там в этом же микрорайоне где он проживает он нашел его позвонил ему договорились о встрече но у его отца уже другая семья соответственно там у него братья и сестры уже по отцу он пришел очень тепло встретили они стали общаться что он обрел около 20 новых родственников вот и он горит у меня вообще с этого момента появилось ощущение быть прям реально что я вот до этого по жизни летел с одним крылом теперь у меня два крыла ведь что что важно у меня с этого момента в моем деле пошел прогресс то есть каким-то чудом говорит у меня появилось помещение для того чтобы вести практику нотариально опять же ведь чудом я получил лицензию на нотариальную деятельность причем без всяких взяток без всяких там каких-то переплат сколько нужно там государство заплатить пошлину да я заплатил и получил ну буквально стали в моей жизни происходить чудеса то есть у меня семье наладились отношения там супруга потому что там намечался тоже разлад я вот уже не первый год являюсь свидетелем того что когда человек налаживает отношения в своем роду и начинает скажем так отмаливать свой род начинает менять себя работает над собой менять свои программы налаживает отношения с родителями у него гармонизируется буквально все сферы жизни а если вот отец не хочет идти на контакт с сыном они не живут вместе вы знаете здесь надо несмотря на то как себя ведет человек надо просто поставить перед собой цель вот и все равно стремиться к тому чтобы восстановить отношения ну если уж совсем плохо или бывает так что у человека уже нет живых тогда тогда просто молиться что еще все равно нужно исправить ситуацию даже если родители уже не конечно конечно есть вот у меня есть хорошая молитва молитва преображение вот эта молитва как раз помогает то есть ее можно использовать эту молитву для того чтобы через нее очистить взаимоотношения связи со всеми своими родственниками совсем родом а если в роду вот все замечательно то есть потрудились отработали уроки значит ли это что вот теперь дальше рот идет там в мощь будет процветать то есть одна благость будет кругом или же все равно уроки какие-то последует но уроки всегда следует всегда уроки следует но если но не ни одно усилие не проходит дар ни одно усилие не проходит то есть если но вот мы как родители например вкладываем своих детей вот любовь благостную энергию добрые чувства они обязательно принесут свои плоды вот обязательно здоровьем благополучием там хорошими потомками и так далее но это не значит что вот мы ну как постарались и все мы можем расслабиться конечно наши дети наши внуки они же тоже свои уроки должны проходить и конечно они тоже будут сталкиваться в жизни с какими-то ситуациями жизнь время будет ставить перед выбором куда тебе идти до в каком направлении или богу ты идешь до или ты просто скажем сходишь с пути увлекаясь какими-то соблазнами в материальном мире да но это как вот сказка до русская сказка и образ такой очень хороший когда богатырь подъезжает камню да и у него есть выбор то или ты идешь на правой там тебя ждут материальные блага до налево тебя там ждет слава почет там власть то или ты идешь прямой дорогой до прямо идешь на дорога не простая да но она ведет тебя к истине так богу то есть ты должен всегда делать этот выбор и фактически в жизни жизнь буквально каждый день стоит нас перед этим выбором вот если мы делаем правильный выбор то это значит что мы закладываем хорошую карму нашему роду хорошую карму и конечно вот это знание нужно передавать детям нужно передавать потомкам они должны передавать дальше своим потомкам и так это должно идти по всему роду очень важно чтобы наши потомки они обращались опять же корням да мы вот как должны обращаться до к нашим корням вот братья туда все хорошее то что что было не так какие-то ошибки были надо их исправлять вот и закладывать хорошую карму рода на будущее там до седьмого до сорокового колена до какого нужно про потомков очень актуально в наше время это тема бесплодие когда не приходят дети в том числе у меня был ряд таких передач на радио и вообще само сама проблема создания пары отношения мужчин и женщин она тоже очень актуальна что-нибудь вот по этому поводу скажите да проблема очень актуальная в наше время конечно особенно в наше время потому что раньше вот эти вопросы они как бы не пускались на самотек и все-таки в этих вопросах была всегда или явно или незрима помощь всего рода ну если вспомним еще ну там буквально сколько сто лет назад да было сватовство было была традиция когда родители выбирали женихов и невест вот конечно не ну какой учитывалось учитывалось желание допустим да согласия молодых но выбирали да женихов и невест то есть родители почему это ну как почему это благоприятно потому что родители уже обладают определенным опытом они уже прошли до через какие-то вот этапы жизни которые перед которыми сейчас вот стоят молодые также важно понимать что создание союза это не но означает не только что парень и девушка создает семью а это означает что соединяются два рода и поэтому родители как представители рода они конечно должны участвовать очень активно вот в этом в этом процессе очень активно то есть они должны по идее вообще в принципе отец должен например для дочерей вообще должен выбирать женихов искать то есть это вообще его святая обязанность то есть согласно ведической традиции ну да и и православной христианской традиции да возьмите там мусульманскую традицию как по это везде во всех традициях отец это его святая обязанность это вот долг долг перед богом перед родом он должен удачно выдать замуж своих дочерей соответственно он должен искать женихов у меня две дочки сейчас подрастают вот одной 14 другой десять лет будет одиннадцать и мне сейчас вот задача стоит надо уже искать ищите еще я сейчас даже там буду сайт специально создавать но не именно под это дело вообще как тема очень актуальная вот я понимаю да 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 но именно именно для родителей то есть там будут не молодые знакомиться родители я вот осознаю всю ответственность этого момента я понимаю что это ответственность то моя как отца и поэтому очень важно принципе и можно и карту заказать астрологическую да что посмотреть как там по планетам сходится или нет подумать как организовать знакомство встречу вот это это очень важно это очень важно то есть если вот мы правильные мысли образы заложим вот и молодые будут под скажем под защита защитой всего рода да тогда вот это как защита это сила рода она будет помогать молодым ему гораздо легче согласитесь когда есть помощью старший сын женился вот сколько уже три года назад да вот пожалуйста там я говорю ну там у нас был дом на даче я говорю вот женишься вот тебе дом живи да вот говорю а пока нет грю гражданский брак я говорю не я не приветствую ему поэтому значит такого не будет значит женился вот дом есть пожалуйста ты живешь я вот служил молдавии еще в советские годы на мы служили на запасном аэродроме поселок маркулешты вот и я наблюдал наш наша часть была на возвышенности я наблюдал как с весны два рода договаривались встречались за лето строили дом молодым из значит из соломы ну чем из амана да вот замешивали там человек 20 40 собирались вот они замешивали эти кирпичи делали складывали сушили складывали дом а осенью играли свадьбу конца августа в сентябре и молодые въезжали в готовый дом то есть вкладывали родовую энергию да 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 по сути вот представьте молодые они не не бегут за ипотекой вот не вылезают эту долговую яму вот они не думают там где взять деньги на то чтобы там жилье например получить а ведь гнездо для будущей семьи это же очень важно да пространство для жизни вот где они будут детей благодетельное потомство рожать созидать конечно помощь рода вот она очень очень нужна очень важно и самим же молодым будет легче наше время конечно из-за того что вот это эти традиции они скажем так утеряны да и многие люди взрослые скажем так они не понимают этих вещей да отсюда молодые они не чувствуют что и может быть там действительно поддержка вот и они тогда ну скажем рассчитывать только на свои силы только на свои силы вот и конечно тут ну им приходится это все решать самим так а вот что уже выросшим то делать которые уже без мамы папа возможно это как как что делать надо налаживать отношения с родом ну вообще как вообще нужно если уже родители старые да надо им помогать вот надо их поддерживать вот нужно не проявлять заботу это обязательно обязательное условие то есть ни в коем случае нельзя стариков оставлять одни ни в коем случае то есть это очень важно для рода то есть как ты относишься к своим родителям так и потом дети будут относиться к тебе ну это же еще лев николаевич толстой написал же такой небольшой рассказ да наверное я не помню сейчас как точно называется когда силе семья села за стол и ребенок в них там трехлетний что-то мастерит они говорят что что-то мастеришь он говорит да я вот лоханку делаю по-моему лоханка называется лоханку делаю чтобы когда социальтесь я вас буду из нее кормить то есть это это очень важно понимать что вот эти связи между поколениями их ни в коем случае нельзя разрывать ни в коем случае то есть нужно самим смотреть досматривать ухаживать заботиться проявлять почтение уважение к старикам даже даже если это и не родные твои родители даже не родные зачем те кто они это ну как они они все равно они уже перешли в категорию родителей все раз они вложили в тебя свою энергию то есть они пожертвовали часть своей жизни на тебя а это на самом деле это же рождение детей это же акт пожертвования пожертвования роду пожертвования богу вот то есть мужчина жертвует женщина жертвует свою жизнь время своей жизни посвящают ребенку пожертвования плане хорошем смысле да ну вот и соответственно и мы также мы тоже должны и продолжить дальше своим детям пожертвовать часть своей жизни и своим родителям точно так же но это должное это же как опять же возвращаемся к воспитанию да это должно быть еще заложено это родовая культура родовая культура родовая традиция и вот перехать перехожу к следующему вопросу как раз вот по поводу воспитания я знаю что вы являетесь основателем школы начального образования для детей азбуки ве ну не начальная общеобразовательная школа да она у нас 10 лет уже существует да что вы там детям преподаете какие знания несут преподаватели но у нас конечно школе школа еще далека от идеала скажем так вот конечно когда мы с супругой вот 10 лет назад за за мечтали такой проект мы конечно ну мы понимали что это серьезно но не думали что настолько серьезно действительно это очень такой серьезный проект и очень важный вообще образование но в обществе должно стоять на первом месте должно сначала эти образования потом армия потом экономика и потом медицин вот в такой последовательности то есть если мы вкладываем в образование и мы именно в целостное образование не просто сейчас образование она идея в чем заключается том что человеку как как на флешку как во флешку забивают туда файлы памяти забивают информацию которую он скажем порой в жизни вообще не не способен использовать в полной мере то есть не закладывают целостного восприятия мира то есть него такое знаете как восприятие такое мозаичное кусками что-то там скажем из истории причем не всегда правда да что-то из биологии причем тоже не всегда правда до сих пор теорию дарвина изучают да что-то там из математики что-то оттуда а именно целостного восприятия нет большинства людей нет они приезжают к нам на семинары и уже зрелые дяди и тети да уже скажем так догоняют то что когда-то недополучили системе образования на самом деле ну как правильно уже к 21 году в принципе человек уже должен иметь целостное восприятие потому что к 21 году фактически формирование разума человеку уже завершается и вот и поэтому к 21 году он должен иметь целостное восприятие мир именно так а дальше уже там наращивать свой потенциал за свою энергетику развивать дальше свои способности и реализовывать свой там и духовные творческие и физический потенциал в этом мире через свое дело через профессию через семью до через взаимодействия с обществом с людьми вот и конечно у нас первоначально была вот такая задумка именно школа азбуки виде как школа целостного образования и у нас такой есть предмет как самопознание на котором мы вот именно стараемся дать вот это целостное восприятие мира также мы даем древнеславянскую буквицу азбуку то есть образное восприятие наших букв вот мы также используем методики здоровья сбережения ну и конечно у нас безусловно есть стандарт российский образовательный стандарт это обязательное условие без этого наша школа как бы не могла бы существовать вот и мы получили лицензию нас уже в этом году был первый выпуск ребята все очень хорошо дальше все хорошо учиться поступили вот стали там старостами в общем в общем хорошие ребята хороший выпуск вот конечно надо работать дальше с учителями с педагогами что педагоги но допустим вкладываешь в одних педагогов они уходят меняются новые приходят и получается нужно опять не вкладывать дай знание энергию но у нас есть вот например такое обязательное условие что у нас наши педагоги они не употребляют спиртного и не курит я считаю это на самом деле даже вот это это уже очень много что вот у меня второй сын поступил в кадетский корпус крымский кадетский корпус вот и как он не рассказывает мне даже не по себе стало когда он рассказал что многие ребята курят а это здесь это 10 класс а многие ребята курят а еще и иногда еще и выпивают но понятно им там нет не дают вот но они когда их отпускают в увольнение да они там себе это позволяют вот я помню себя там свое время там девятый класс но ребята там тайком где-то за углом на чтобы никто не видел там девчонки помню кто-то это бутылку водки на день рождения принес девчонки забрали вылили в унитаз него то есть как бы это было не принято вот сейчас так легко свободно доступно вот и конечно вот это вот немножко тревожит в обществе в обществе таких вот ориентиров нравственных ну скажем но их но они есть но они чтобы как эти ориентиры отыскать скажем так нужно потрудиться я считаю что вот там и ругают советскую власть да но по крайней мере вот общечеловеческие ценности до определенные значит отношения между людьми именно такие нравственные отношения не стояли скажем во главе угла это было правильно это было очень важно сейчас у нас во главу угла поставили доллар рубль ну вот то есть экономические ценности до достаток материальный это конечно опускает человека до уровня первых трех чакр ну вот первых нижних центров и человеку некогда даже просто подумать скажем так о возвышенном да вот это конечно неправильно но отсюда и перекосы и в поведении в создании пары и мужская женская уже перепуталась да да ну и вы смотрите вот образование же что сделали с образованием теперь у нас образование то получение образовательных услуг то есть все сводится к этому то есть учителя стали просто как это сказать дилерами до менеджерами ему то есть слово учитель уже не звучит так гордо как она звучала когда-то и вот еще как бы старая гвардия слава богу еще осталось учителей за счет них можно сказать и держимся ну это конечно нужно растить молодое поколение но именно настоящих учителей для которых учительство это образ жизни то есть учитель он не просто знание дает информацию да а он должен через себя через свое мировосприятие давать ребенку передавать определенное состояние ну как например сухомлинский как аманашвили на михаил петрой щетинин то есть у нас же на самом деле наша родина богата на ведающихся педагогов у нас есть огромный потенциал огромный опыт когда-то ж наша система образования была ведущей в мире лучшей в мире я думаю мы к этому вернемся да сейчас складываются такие условия что человек все равно разворачивается и знаниям предков и знаниям ну и вот можно если я вот сейчас воспользуюсь моментом хочу обратиться ко всем радиослушателям кому не безразличная идея образования детей поддержать нашу школу азбуки виде дело в том что крым вошел состав российской федерации и конечно для нас непростая ситуация для школы потому что другое правовое поле другие условия другие требования и требования санпина да и так далее и так далее и конечно нам нужна помощь помощь и материальная помощь то есть у нас на сайте на нашем сайте школа здоровья и радости есть реквизиты кто хочет помочь школе поддержать именно развитие целостного образования в крыму и в россии пожалуйста поддержите может быть если захотите можно стать и войти в попечительский совет школы благодарю хорошо я думаю радиослушатели обязательно откликнуться ты возвращаясь все таки к знаниям предков к мудрости хочу задать такой вопрос валерий скажите пожалуйста что такое родовая память и как и вообще пользоваться родовая память это совокупность всех знаний которая хранится в нашем роду то есть вот как я уже говорил род это не только материальная структура да она состоит не только из материальных носителей то есть представители рода ныне живущих да но это и наши предки то есть те которые были в прошлом от момента сотворения земли вот от момента вообще появление жизни на земле и это также еще и наши будущие потомки то есть на самом деле наши дети уже прописаны в этом роду то есть если было обладать духовным видением то можно видеть вообще будущих своих детей например мне вот пришло что у меня будет сын дочь да и имя сына пришло имя дочери вот и когда я вот медитация обращался к всевышнему и мне показал что да будет сын вот потом позже пришло его имя и потом пришла информация что через два года родится дочь лада вот и сын святозар да дочь лада и но я сам так удивился и потому что имя святозар я его никогда раньше не встречал вот не слышал но пришла так информация действительно так все и произошло можно сказать что будущее оно тоже прописано оно конечно может было оно может меняться в зависимости от того как мы живем настоящим это как день завтрашний например зависит от того как мы проведем день сегодня свободу выбора до некоторая свобода есть но то что скажем уже сейчас есть настоящим дано определяет и будущее в том числе вот поэтому вот это вот вся совокупность вот этих знаний она содержится в нашем роду и представьте что мы вот этим всем знанием мы им обладаем то есть мы являемся носителями этого знания вот и если мы восстанавливаем связи с нашим родом если мы через благоприятное общение с нашими родителями предками восстанавливаем вот эту энергию до ее благоприятное скажем течение этой энергии до из прошлого в будущее то мы становимся скажем так обладателями как веру несметных сокровищ вот силы очень большой это все можно можно использовать своей жизни тут главное что главное желание намерение до главное действие до выдержка то есть это обязательно все нашу жизнь приходит то есть что большинство людей они об этом даже не задумывается или думает а это все ерунда зачем вообще об этом думать там ну были предки какие-то ну и ладно на самом деле это действительно важно валерий в книгах у вас есть такие понятия как внутренний разум подсознание скажите пожалуйста можно ли это назвать родовой нитью памятью или связью с высшим я да да именно так я это и воспринимаю я конечно вот в первой книге писал о подсознании ну как как врач психотерапевт вот то есть все таки я хотел чтобы книга была понятна людям скажем так разного мировосприятия да и она все-таки должна опираться на определенные достижения науки безусловно но для меня подсознание это как раз вот скажем так то то неизвестное до до конца непознаваемое что есть в человеке да божественное что есть человеке и как раз вот связь с этим божественным осуществляется через нашу совесть совесть это как совместная весть с богом вот через нашу совесть и человек всегда должен прислушиваться голосу своей совести к своему высшему я вот совесть это как высшее я и скажем руководствоваться теми подсказками которые нам наше высшее я дает и как раз мы на наших семинарах мы обучаем людей как вот восстановить вот эту связь со своим высшим я со своим подсознанием со своей душой и как вот эти возможности внутренние этот внутренний потенциал божественный как его использовать для изменения всех сфер жизни и здоровья и отношения материальное благополучие и предназначение тогда благодарю валерий мы сейчас живем в непростое время вы сами об этом говорили да в переходное время в переходный период у славян это называется рассвет сварога чтобы вы хотели вот сейчас от себя лично пожелать и нашим слушателям и вообще людям в этот период да сейчас время непростое когда оно было простое но какое как то какое есть такое есть нормальное время хорошее время мы живем вообще замечательно и сейчас очень важно всех вот все хотят быть счастливыми но не все понимают насколько это наше будущее счастье зависит от каждого из нас то есть люди сожалению нас так учили да что от нас вообще мало что зависит а на самом деле каждый человек является носителем божественного потенциала огромной силы и каждый человек является вообще по сути волшебник так по большому счету он является волшебник то есть он творит он как творец как бог он творит реальность вот эту материальную реальность до творит этот мир и соответственно каждый должен подумать а в каком будущем я хочу жить в каком будущем то есть он должен четко представить образ то есть что это будет за мир так какое будет устройство общество какие будут взаимоотношения между людьми какой будет уровень материального благосостояния в обществе да там экология и так далее и так далее кстати вот такую медитацию как раз медитация она у нас так и называется сотворение новой реальности мы проводим каждое воскресенье можно на нашем сайте найти информацию я приглашаю всех радиослушателей и берите своих близких туда почему это важно потому что чем больше людей будут участвовать в этом процессе тем быстрее пойдут благоприятные изменения быстрее не потому что от количества людей до от количества осознанных людей зависит сила и скорость исполнения задуманного есть прямая пропорциональная связь определенная это очень важно чем больше людей будут осознанно творить это будущее и не просто творить просто в образе а делать совершать конкретные дела тем быстрее это прекрасное будущее наступит это не утопия это не иллюзия потому что иногда там говорят вот доктор синили как там вы утопист идеалисты я говорю ничего подобного вот я знаю как эти законы работают я знаю что то что я задумал оно обязательно будет вот хотите говорю присоединяйтесь вот не хотите ваше право вот но кажется бог он все видит бог он все знает вот и соответственно каждый получит по как говорят по вере своей до каждому свое и если человек настроен на процесс не процесс борьбы да хотя есть у нас элементы борьбы но если он именно настроен на процесс сотворения совместного творения от этого светлого будущего соответствующие силы будут человеку помогать силы благости силы божественного творчества то есть он получит доступ к этим силам если он только занимается критикой то у него значит какой-то там народ виноват во всем вот какая-то национальность там виновата во всем до кого там еще обвиняют президентом плохой до мировое правительство там плохое мешает нам жить и так далее если человек настроен только на такую критику он далеко не уйдет на самом деле очень важно и об этом писал своих книгах куда мысль туда энергия то есть если мы кого-то просто критикуем мы отдаем тому кого мы критикуем отдаем ему свою силу а значит делаем его сильнее а себя делаем слабее и это вот ошибка многих особенно в славянском мире столько критики вот порой даже читать не хочется или слушать все время там кого-то обвиняют то евреев то значит мировое правительство то там еще кого-то но просто бред какой-то на самом деле то есть конечно всякие моменты но не нужно отдавать туда свою силу энергию наоборот нужно эту силу энергию направить на правильные образы и творить эти образы как говорят собака лает караван идет надо подняться на как бы выйти в другой коридор реальности другой коридор есть же много коридоров реальности вот подняться другой коридор и создавать это будущее и сообщает а делать то есть объединить как можно больше усилий ну я готов пожалуйста может даже через вот народное радио славянская тоже такую акцию сделать ну то есть действительно творить осознанно реальность все вместе вот и именно делать это конструктивно то есть не тратить энергию на всякую ерунду ну знаете как как дети песочницы играют там попал нечаянно глаза там кому-то и все и начали там друг друга песочком обсыпать но зачем то есть трата пустая трата сил надо конкретно заниматься конструктивными действиями мысль слово дело вот этот ряда она творит будущее и начинать нужно с мысля начинать уже прежде всего себя то есть создавать гармонию своей душе прежде всего то есть очищаться от всего негативного ненужного старого нужно очищать пространство вообще вокруг себя в своей своей семье в своем роду гармонизировать пространство да создавать пространство любви вот на работе у себя вот создавать пространство любви то есть время думать с какими мыслями прихожу на работу а что я сегодня хорошего могу сделать сотрудникам например вот испекуя кая пирожков сегодня им угощу всех да но сделать что-то вообще элементарно что-то хорошее это же настолько просто да просто прийти улыбнуться да помочь кому-то поддержать кому-то то есть из таких элементарных действий и творится это будущее пространство благодарю вас валерий благодарю за то что сегодня нашли время в своем плотном графике для встречи с нами благодарю что поделились своими знаниями своими наработками своим опытом напомню что в гостях у нас сегодня валерий синельников врач терапевт гомеопат психотерапевт и писатель автор многих известных книг на этом мы закончим нашу сегодняшнюю программу всех благодарю всем желаю счастья любви и благополучия мира и добра вам уважаемые слушатели пусть радость и любовь и свет пребывают в вашем доме всего доброго народная славянская радио все нужно все важно на Субтитры создавал DimaTorzok